Знаете ли вы, что недавно была встреча между всеми мировыми лидерами, и папа присутствовал на одном крупном мероприятии? Вы хотите узнать, почему это важно? Давайте разберемся. Добро пожаловать, братья и сестры. Это видео, которое мы с Маккензи хотели вам донести. Это не очередное видео, это неофициальный подкаст. Мы на самом деле называем это легкая версия. И причина, по которой мы делаем это, заключается в том, что в реальном времени происходят события, которых мы хотим держать вас в курсе, ребята. Мы хотим держать вас в курсе того, что происходит. Мы хотим попытаться соединить точки, поскольку происходят определенные события. Подкаст настроен немного больше, чтобы помочь вам и другим, как вы, пройти через большие исторические перспективы в некоторых случаях или в других случаях. У нас скоро появятся такие эксперты, так же, как Барбара Анил. Намного более подробно, много более конкретных вещей, о которых мы говорим, вроде анализа гораздо большего. Этот выпуск должен быть просто тем, о чем мы говорим с вами, ребята. Мы даем вам некоторую свежую информацию и представляем как можно больше перспектив. С МакКинзи мы собираемся поговорить о некоторых вещах, которые произошли недавно в связи с климатическим движением, а также о глобальном налогообложении и единстве, происходящем между странами с тех пор, как Джо Байден, наш второй католический президент в истории, стал президентом. Итак, первое, на что мы собираемся взглянуть сегодня, что затрагивает всех нас и повлияет на всех нас в будущем, это саммит по климату, который недавно проводился в цифровом формате. Это было 22-го, и там было 40 международных лидеров. Все организовано президентом Джо Байденом, и в нем было особое послание Папы Франциско. У нас есть несколько статей, на которые мы дадим вам ссылки, но мы расскажем, почему это было важно и почему все это своего рода исторический шаг в движении за единство. Да, это очень интересное событие, потому что оно принесло много разных вещей, о которых мы говорили. И об этом удивительном открытии, о котором говорили долгое время, как бы все вместе, в одном месте. Это интересно, потому что это происходит при президенте США, который является католиком. Итак, у нас был Дональд Трамп, который во всем мире считался чрезвычайно вызывающим разногласия. Нравится он вам или нет, он вызывал разногласия, и это происходило по всему миру. Теперь вы видите, что вмешивается Джо Байден, и все начинает меняться. Итак, я собираюсь прочитать пару цитат, чтобы дать вам представление о том, о чем был этот климатический саммит, и как он относится к Папе, как Папа к нему относится, а также кто присутствовал. Это первая новость от католического информационного агентства и его название «Забота о природе». Здесь цитируется Папа, где он говорит, «Я приветствую вас, кто собрался в этой инициативе». Это запрограммированная инициатива, которую они хотели реализовать в связи с этим изменением климата. Он говорит сразу после того, «Мне кажется, я счастлив». Итак, вы можете сказать, что он одобряет его, что они делают на этом саммите по климату. Он счастлив, что это происходит. Он просит мировых лидеров, к чему он их на самом деле призывает, как он говорит, цитирую, «Действовать смело, действовать справедливо и всегда говорить людям правду об окружающей среде». Это интересная концепция, нужно говорить правду обо всем, а не только об окружающей среде. Но давайте посмотрим, кто был на этой встрече. Потому что еще раз, чтобы установить рамки, которые у нас есть, Байден созывает всех гражданских лидеров мира, чтобы обсудить эти вопросы. Они все собираются вместе, и первый парень, который отправит им сообщение, приятное приветственное сообщение, в котором говорится, «Все в порядке, ребята, хорошая работа». Все, кто приехал сюда, приветствуем от Папы Франциска. Теперь давайте посмотрим, кого он приветствовал, когда его католический президент собрал эту группу людей. Спикеры – это люди, которые не просто приглашены, они выступали. Среди спикеров был секретарь ООН Антонио Гутеррес, римский католик, президент Франции Эммануэль Макрон, римский католик, премьер-министр Индии Недра Моди, премьер-министр Италии Марио Драги, не просто католик, но и хороший, известный друг иезуитов, канцлер Германии Ангела Меркель, президент России Владимир Путин, президент Турции Эрдоган, премьер-министр Англии Борис Джонсон, президент Китая Синь Цзинь Пинь. Итак, совместно с Папой Франциском и Джо Байденом, который устроил это мероприятие, что ты думаешь, Маккензи, об этом списке выступающих здесь, а не просто этих спикерах, участниках? Это интересно, потому что большая часть из них католики. У нас, мы имеем все эти страны, которые явно не друзья, которые собрались здесь за одним столом. Я вижу Россию, Китай и Америку, все они за одним столом. Все здесь сидят и говорят об изменении климата. Вот в чем главная повестка дня. Это то, что их сблизило. Кажется, они делают этот шаг навстречу событию. Итак, они собираются сюда, чтобы вместе поговорить об изменении климата, его влиянии на будущее. Они сошли это достаточно благородной причиной, чтобы вместе выступать на одном мероприятии, несмотря на очень публичные разногласия. Но они работают над конкретным событием. И это встреча КОП-26 по климату, которая состоится в Глазго в ноябре. Это важно помнить, потому что Глазго представляет для этой группы людей своего рода финишную черту, не обязательно отправную точку. Это может быть отправной точкой для чего-то большего. Мы процитируем, что они сказали об этом мероприятии в Глазго. Это взято из новостей А.Р. Это говорит Джон Керри, который, по сути, был посланником по климату, который путешествовал по всему миру и представлял интересы США в этих переговорах по климату. Он говорит, «Глазго – последняя лучшая надежда мира», сказал он. «Если бы метафорически до Глазго оставалось 100 миль, мы бы прошли, как он говорит, завершив эту первую вершину. Первые 12 миль по низменности. Нам предстоит пройти 88 трудных миль с большим количеством труднопроходимой местности. Это очень специфическое путешествие, в котором есть дорога, по которой мы начали идти по этой дороге». Но этот другой ученый-климатолог, прошедший через Институт прорыва, говорит он, «Я бы сказал, что нам нужно добраться до 50 миль на полпути к моменту начала Глазго в ноябре». Кажется, это толчок, который они здесь продвигают. Мы слышим разговор об изменении климата, мы слышим повествование об этих вещах, и мы видим массовый толчок к гражданским лидерам, движущимся к обеспечению и соблюдению климатического законодательства. «Нам нужно вернуться намного назад, я думаю, и понять, откуда произошел этот разговор о климате». Ты указал мне на кое-что интересное. «Римский клуб», книги, 2052 год. Не обязательно именно эта книга является источником этого разговора о климате, но, возможно, эта группа является частью торво первоначального разговора о климате, который сейчас формирует так многое из того, что происходит здесь в данный момент. Это очень интересно, потому что Папа Франциск – один из первых, кто выступил на этом саммите и обратился к этой группе людей, которая была там. Это не случайно. Это определенный замысел. Как мы говорили в этом подкасте, вы видели ту связь, которую папство поддерживает во всех различных обществах и продвигает все эти глобальные повестки дня. Как ты сказал, есть очень интересная книга под названием «2052». Мы обращались к ней раньше. Она от очень известного члена Римского клуба, но это не первая его работа, которую он проделал. Они сделали еще один тезис, книга «Пределы роста», которая является первой частью этой книги. Римский клуб – это то, что он говорит. Это группа ученых, собранная Римом, чтобы в основном обсуждать социальный аспект мира. Возможно, ты слышал о бильдербергских клубах, которые похожи на финансовую гуру, которые на своих собраниях говорят о финансах в мире. Римский клуб – это социальный аспект. Как мы взаимодействуем, как будем жить и все такое. Итак, у них есть очень интересные цитаты в этой книге. Возможно, мы сможем прочитать пару из них по ходу дела, потому что они действительно начнут связываться воедино. Эта книга была выпущена в 2012 году, и в ней содержится прогноз до 2052 года. Вот в основном, о чем эта книга. Это краткое изложение книги «Пределы роста», как это на самом деле повлияет на людей, как очень важно обеспечить перераспределение богатства и все эти разные вещи, чтобы помочь бороться с изменением климата, о чем было посвящено это большое собрание, на котором Папа говорил со всеми этими другими делегатами. Когда вы смотрите на то, что из этого вышло, вы видите Майка Блумберга. Это имя является общим именем для многих людей. На самом деле он специальный посланник по климатическим амбициям и решениям. И его поставил на эту должность Антонио Гутеррес. Итак, вы видите, Гутеррес – римский католик, а Майк Блумберг – тоже римский католик. Блумберг был назначен на эту должность специального посланника. У него была цитата, в которой говорилось, и я перефразирую, нет никаких сомнений в том, что они собираются продвигать эту повестку дня, но это не может быть основано на мыслях, это уже не может быть интеллектуальной идеей, это должно быть сосредоточено на реальном достижении результата. Повествование, которое так долго было интеллектуальным, я думаю, мы можем начать готовиться к тому, что вещи начнут меняться в нашей повседневной жизни, в реальных обстоятельствах, больше не в таких аналитических центрах, как Институт Прорыва, Институт Брукнинса или Римский клуб, или группа Бильдербергцев, которые в конечном итоге думают, что многие из этих действующих лиц думают, что аналитические центры разыгрывают эти сценарии и вносят эти изменения в политику, которая затем рекомендуется и принимается гражданскими лидерами. Я хочу сосредоточиться на том, какая из целей этой повестки дня находится в разговоре о климате и как это повлияет на нас, верно? Да. Какие они предлагают некоторые из этих решений? Мы видим, что вышло оттуда, как говорится в заглавии, когда начинается саммит Большой Семерки, миру нужны климатические воскресения, и я цитирую «Диких христиан» больше, чем когда-либо. Воскресные разговоры снова приближаются. Мы собираемся немного вернуться назад через секунду, но давайте посмотрим, что они говорят. Они любят помогать мировым лидерам решать эти климатические проблемы. И так здесь говорится, климатический кризис и потеря биоразнообразия стоят на повестке дня Большой Семерки на этих выходных. И так это произошло на прошлой неделе вместе с кризисом COVID. Итак, кризис COVID и окружающая среда. Миссия вооружить христиан и церкви для защиты и восстановления окружающей среды практическими действиями. Теперь они говорят, хорошо, мы как граждане возьмем на себя инициативу и начнем движение за право, которое создаст практические действия с нашей стороны, чтобы помочь этим лидерам Большой Семерки справиться с нашими климатическими кризисами. Что станет их знаком практических действий? Вы видите, что компания ориентирована на национальные воскресные мероприятия, посвященные климату в Глазго. И где будет проводиться национальные воскресные мероприятия по климату в Глазго? В Римско-католическом соборе, где они проведут климатическую мессу. Итак, сейчас мы наблюдаем переход между Духовной повесткой дня и Гражданской повесткой дня, и это сливается в воскресенье. И мы видим, что здесь папство делает еще один шаг вперед. Они объединяют это в воскресной мессе, чтобы мы защищали климат. Мы хотели бы, чтобы вы приняли участие в воскресной мессе, и это будет частью нашей инициативы. Итак, мы можем увидеть это перечисление здесь. Некоторые люди сказали бы, те, которые не понимают этих вещей, вы, ребята, действительно ли слишком растягиваете? Но нам нужно немного поговорить о библейском пророчестве. Мы не можем охватить здесь библейские пророчества, но мы хотим направить вас в некоторые места, где вы, ребята, можете увидеть кое-что из этого для себя. Мы хотим быстро поговорить о книге Даниила, о книге Откровений. Маккензи, почему бы тебе не дать нам быстрый взгляд на то, где люди могут найти дополнительную информацию и, возможно, дать краткое изложение. Мы должны увидеть, правильно ли толкование библейских пророчеств, а затем мы должны видеть от этих сил чего они хотят и как они действуют. Это не то, чему мы вообще должны удивляться. Мы не должны удивляться, увидев, что папство настаивает на соблюдении воскресенья из-за некоторых законов об изменении климата, о которых они говорили. Повторяю, это всегда. Исцеление раны. Это исцеление раны, как вы могли бы сказать. У нас в Библии есть много разных пророчеств. Даниила и Откровения, главные пророческие книги Библии. Одним очень интересным пророчеством Библии был сон, который видел царь Вавилона, Навуходоносор. Он видел большой истукан. Он был из разных металлов. Это был человек. Голова была из золота, грудь и руки из серебра, бедра из меди, ноги из железа, стопы были из железа и глины. Мы просто кратко рассмотрим это, но вы можете увидеть и изучить это более подробно и узнать больше об этом в видео под названием «Туманы времени». Итак, «Туманы времени». Позвольте мне дать вам полное название. Скажи им, где они могут найти его. Если вы отправитесь на Amazing Discoveries на канал в YouTube, вы также можете посмотреть наш сервис AmazingDiscoveryTV.watch. У нас есть собственный сервис PlayService. Неважно, что происходит, люди могут найти это видео прямо у нас. Полное название «Древнее пророчество, правильно предсказывающее будущее». Даниила, вторая глава «Открывает туманы времени». Идите и проверьте, там действительно хорошая информация. Но это статуя с железными ногами олицетворяет Рим, политическую сторону Рима. В Библии у нас есть разные материалы, которые означают разные вещи. Металл олицетворяет политическую сущность, глина олицетворяет духовную сущность. Итак, если ноги были смешаны с железом и смешаны с болотной глиной, причем является болотная глина, потому что мы тоже из глины, которые лепит Бог. Но в этом сне это болотная глина. Итак, это загрязненная глина. Итак, у вас есть эта смесь в церкви-государстве с примесью лжи. Это не чистая глина, это болотная глина. И мы начинаем ясно видеть это здесь, где они берут что-то гораздо более политическое, все эти правительственные лидеры, а затем что-то религиозное, что является днем поклонения и смешивает этих двоих вместе в этом союзе. Итак, мы видим все это. Используется гражданская власть для этого, это железная часть, принуждение к этому, и мы будем видеть, как это будет происходить все чаще и чаще, когда государство будет вводить в действие больше законов религиозного типа, что прямо противоречит тому, за что мы выступаем, а именно за свободу религии, свободу вероисповедания и все эти вещи, свобода выбора, личная свобода выбора, свобода слова. Мы не говорим, что эти права могут нарушать права других людей, но что, когда мы устанавливаем этот стандарт на корпоративном или общественном уровне, тогда функция всей республики Соединенных Штатов и функции основы того, что было наиболее процветающей эпохой в истории человечества будет удалена, которая делает упор на отдельном человеке, а не на сообществе. И это то, что здесь сейчас меняется, и что мы хотим указать людям, поскольку мы быстро пробежали через это пророчество, некоторые люди, возможно, бы сказали, о чем вы, ребята? Ну, идите, посмотрите видео, которое посоветовала Маккензи. Очень важно, чтобы вы понимали, почему люди так убеждены в библейских пророчествах. Они дают нам дорожную карту, с помощью которой мы можем подготовиться к будущему и подготовиться не к его изменению, а к тому, чтобы подготовиться к нему и помочь другим подготовиться. Это, конечно, в итоге то, что мы здесь делаем. Мы просто пытаемся помочь проинформировать всех, чтобы они могли принять собственное решение, не соглашаться с тем, что все говорят, или быть принужденным к принятию решения, которые они не хотят принимать, но просто вам нужно узнать о различных вариантах, а затем мы оставляем это на ваше усмотрение, это ваше решение. Все это приносит нас в подобные вещи, которые идут в конвейере здесь. Мы не хотим, чтобы люди были застегнуты врасплох, и мы хотим, чтобы люди, которые никогда не слышали эту информацию раньше, если вы расстроены этим, мы будем использовать это как мотивацию, чтобы изучить это подробнее и выяснить, ошибаемся ли мы. Если вас это вдохновляет, найдите время, чтобы посмотреть, почему эти связи могут быть установлены и связывать с Большой Семеркой ООН и даже Всемирной Организацией Здравоохранения. Все они связаны с папством. С помощью иезуитов, о чем мы говорили в некоторых из наших предыдущих эпизодов, мы хотим, чтобы это было коротко и ясно, очень просто, чтобы эта информация была для вас небольшими порциями. Мы также хотим указать на еще одну вещь, а именно на встречу Большой Семерки, где они снова говорили о глобальной налоговой ставке и климате, а также дополнительный кусок, который является экономическим облегчением для бедных стран. И мы видим, когда мы выстраиваем повестку дня этих встреч, эта повестка дня, это тезисы папства. Это были тезисы папства. Мы объединим статьи, но тут появляется папа и пишет письмо Международный валютный фонд во Всемирный банк, в котором говорится, нам нужно увеличить объем списания долгов более бедным странам. Что было повестке дня встречи Большой Семерки? Увеличение количества, которое они поставляют странам Большой Семерки, специфический фонд прав заимствования. Это Международный валютный фонд для стран с низкими доходами. Итак, папа пишет письмо, в котором говорится, что нам нужно расширить фонд. И министры финансов Большой Семерки менее чем через месяц предложили и согласились решить, расширить этот фонд, а также согласились на базовый налог, на корпоративный налог, который, как я знаю, в мире, вероятно, приветствуется. Но я не думаю, что это означает, что в этом уже достигнута цели. И когда это произойдет, это покажет, что я думаю, что кое-что из того, о чем мы с вами говорили, окажет сильное влияние, когда оценка и прибыль этих компаний, которые больше не платили налоги, теперь будут платить огромные суммы налогов, и это может быть даже просто скользкой дорожкой для них, когда стоимость этих компаний сильно пострадает. Почему бы вам не рассказать людям, почему это повлияет на людей, дома, если эти многомиллиардные глобальные компании окажутся под ударом по их стоимости, почему мы должны заботиться. Это очень интересная вещь и на самом деле немного серьезнее, чем люди думают. Если мы посмотрим на это, там говорится, что они собираются установить минимальный корпоративный налог в размере не менее 15%. Это очень много. Это очень высокий налог. Это как прихоть, как движение людей против корпораций. Это термины, которые разбрасываются вокруг. Я буду ссылаться в целом на них, как на, например, большое яйцо, давайте против больших яиц, больших коробок, больших корпораций. Если мы будем их ненавидеть, мы получим пользу от этого. Стоимость товара будет ниже. Даже если мы не хотим этого признавать, некоторые из этих компаний представляют рабочие места для людей в других странах, которые, если бы этих компаний не было, у них не было бы работы вообще. Нет сомнений о том, что если сложить все 500 компаний, которые они представляют, или NASDAQ, что они зарабатывают с помощью этой компании, они представляют собой крупного работодателя во всем мире и, как правило, высокооплачиваемые и качественные рабочие места. Легко возненавидеть, когда есть намек на то, что на них это повлияет определенным образом, и, возможно, мы еще не осознаем этого до конца. Об этих больших компаниях легко говорить плохо, но единственное, что у вас есть здесь, если у вас нет людей с высоким доходом, крупных компаний, вы фактически теряете средний класс. Некоторые люди не думают, что они связаны, но они связаны, потому что в высший класс большие компании дают рабочие места среднему классу. Если у вас нет крупных лесозаготовительных компаний, занимающихся производством древесины, тогда цены на бревна или пиломатериалы в последнее время зашкаливают. Легко указать пальцем, но этим компаниям необходимо сохранить много рабочих мест, тысячи и тысячи людей. Другие компании, которые дают работу большому количеству людей. Один из моментов, возвращаясь к этой книге, к этому римскому клубу, это не новые идеи. Все думают, что это перераспределение богатства, это налогообложение богатых. Мы должны избавиться от богатых, но тогда появляются бедные. Я хочу прочитать нескольких коротких моментов. Мы, наверное, немного задержимся, но очень интересно некоторые вещи, на которые они указывают в этой книге. Постепенное сокращение разрыва в доходах между богатыми и бедными странами еще больше увеличит затраты на поддержание нынешнего образа жизни на Западе. Поэтому они на самом деле говорят, что жизнь будет стоить дороже, если вы сократите этот разрыв. Они говорят, что хотят сократить этот разрыв, что очень интересно. Также рост производительности в богатом капиталистическом мире будет отставать. Они собираются пасть из-за продолжающихся социальных трений, конфликтов, из-за растущего уровня неравенства. В итоге западные стили потребления ослабнут, представляя развивающимся странам больше возможностей наверстать упущенные. И так они пытаются подавить страны первого мира, чтобы другие бедные страны могли догнать их такого образа их мышления, верно? Итак, у нас есть еще одно место, где автор и его тезис говорят. Стагнация и последующий спад мировой экономики огромное преимущество. Итак, они думают, что это отличная вещь. Этот благоприятный пик и сокращение общего пирога будут иметь еще одно последствие. Он откроет совершенно иную картину распределения между регионами мира. Средний расход на человека будет еще выше, что интересно. А затем говорится, что детали моего прогноза показывают, что в результате некоторые богатые становятся беднее, а более бедные еще богаче. Но потом он уточняет ближе к концу книги. Я прохочу некоторые из этих страниц. Есть вопрос ближе к концу книги, который говорит, буду ли я беднее? Некоторые из нас будут, а некоторые нет. Чтобы дать четкий ответ, вопрос нужно задать точнее. Вопрос должен быть, буду ли я беднее по сравнению с Х, или вы должны решить, должен ли Х быть а. Сегодня б. Будете ли вы, если бы человечество соответствовало требованиям и управляло рациональным миром или с. относительно ваших коллег. Итак, он говорит, некоторые люди, да, будут беднее, но разве это плохо? Потому что вам нужно определить, подходите к тому, что вы делаете сейчас в контексте. Очевидно, они будут это решать. У вас нет права голоса по этому поводу. Все это как бы ведет к тому, почему мы все это делаем, чтобы вернуть людей пророческим аспектом Библии, поскольку они связаны с тем, как мы можем подготовиться к будущему. И это то, что мы пытаемся сделать сейчас. С помощью пророческих толкований, которые присутствуют во всех материалах и Мессендискавери, а также во всей Адвентийской Церкви, вы обнаружите, что пророческое понимание книги Даниила, книги Откровения приведет к вас взглядом на папство, на Соединенные Штаты, как на основные движущие силы этих изменений в направлении общего блага, общей глобальной системы. Большинство людей беспокоятся о Китае, России и некоторых других странах, но мы видим, что ключевыми игроками являются папство и Соединенные Штаты. И когда мы поймем это, мы начнем видеть, что все эти мировые события вписываются в контекст. И это именно то, что мы видели на встрече Большой Семеркой, а именно то, что мы видели на саммите по климату, и именно то, что я думаю, мы продолжаем видеть в Глазго в ноябре, а также в 2022 году и в будущем. Они собираются использовать, и было очень ясно, что они собираются использовать это десятилетие как десятилетие трансформации. Я думаю, мы начинаем понимать, в чем фокус этой трансформации. Но я считаю, что это все, что у нас есть на сегодня. Мы немного затянули, извиняемся. Это просто потому, что мы хотим предоставить вам как можно больше контента, так чтобы вы были в курсе того, что происходит. Не забудьте нажать кнопку «Нравится», не забудьте нажать кнопку «Подписаться», и ваши уведомления, если вы хотите получить больше подобных, мы постараемся выпускать их больше по мере того, как происходят соответствующие события. Так что вы, ребята, можете быть в курсе всего. Мы молимся, чтобы Бог благословил каждого из вас, чтобы распространять слово согласно свету, который Бог вам дал. Благодарю, Маккензи. Спасибо, Мэтт. Спасибо всем за просмотр. Спасибо, Маккензи. Спасибо.